Анатолий Федорович, здравствуйте. И снова здравствуйте в студии. С новым годом. Не знаю с каким новым. Ну с новой передачей. С новой передачей, да. Наливай. Анатолий Федорович, перед нами камера. Вижу. И двух выдающихся представителей современных молдаван. Да. За камеры. Друзья. Мы их покажем после того, как. Да. Анатолий Федорович, понятие планирования. Что для вас означает? Ну это элементарные нормы организации, расчета, предвидения. Оценки. Оценки ситуации, выработки варианта А, варианта Б, плана С и так далее. И так далее. Если в случае вдруг не получается первый, второй, третий вариант. Это как бы элементарно. Это аксиома планированного и государственного управления. Давайте вместе с вами сегодня в гараже спланируем, попытаемся спланировать реализацию проекта создания гаражного самогонного аппарата. А потом перенести эту модель на социальную систему, чтобы оценить способность наших сегодняшних политиков планировать свою деятельность. Игорь, я конечно высоко оцениваю твои творческо-фантазийные способности, но ты с такой просьбой, с просьбой говорить о самогонном аппарате, обращаешься к старому советскому милиционеру, который эти аппараты комбисковал пачками. Игорь, Антон Федорович, время другое, сейчас можно. Я соглашусь, только в том случае, если ты мне дашь возможность публично извиниться перед всеми молдаванами, у которых я изумал самогонный аппарат. Сограждане молдаване, извините меня, я был неправ, в такое было время, такие были законы, но я был неправ. Не садитесь, Антон Федорович, не садитесь. А что? Не садитесь. Ты хочешь меня снять во всей моей красе? Да. Полюбуйтесь, граждане. Хорошо, Игорь. Не садитесь, потому что мы будем проектировать и планировать самогонный аппарат, что называется, вживую, в натуре. Вот выставите, пожалуйста, перед нами горелку, так называемая... Это я понимаю, где баллон, где источник тепла. Баллон есть, вы его ставьте, ставьте здесь, так, чтобы мы могли начать проектировать. Кстати, я большой специалист по самогонному аппарату. Серьезно? Да, ты не думаешь? Значит так, друзья, наш самогонный аппарат будет иметь объем 5 декалитров. по нашим молданам. Сиди 6 декели. Сиди 6 литров. Антоле Феодорович. Ча еж ведре. Ча еж колдери. Ча еж колдери. Да. О, колдери. Да. Ча еж колдери. И шестая колдари будет помогать это все собирать. Давай. Итак, 5-вёдровый кег. Андрей Фёдорович, а если я вас попрошу поработать, вы не возразите? Что за вопрос? Я же тебе сказал. Так, включите, пожалуйста, выпускной патрубок, откуда, да-да-да-да, после дистилляции Барду можно будет слить из самогонного аппарата. Не Барду, а Бурду. Барду. Правильно, Барда? Правильно, слово Барда, это то, что остаётся после удаления спирта из... Это что-то с Бардаком имеет общение? 1-0. Хорошо, Барда, с Бардаком не имеет. Я вижу это однопорядковые понятия. Нет, это разно. Я всю дорогу думал, что это Бурда. Нет, нет, Барда. Ну вот вы скажите, вы что-нибудь слышали про Барда? Бурда всегда была. Бурда. Бурда другое дело. Бурда, это мужик в Одессе, который хохмит там, а Барда, это то, что остаётся после того, как из двухкомпонентной водно-спиртовой смеси... Я думаю, мы с ним должны согласиться, он же химик, он же спец. Да. Мы тебе сдались, всё. Спасибо. Итак, мы начали с того, что мы создаём самогонный аппарат, но создаём его не на бумаге, не графически, не расчётным путём, а по наитию, имея... Не тря-ля-ля, как некоторые политики, а натурально. Ха-ха-ха-ха-ха... Так получилось, что я там походил, напокупал всяких нержавеющих железок, так, чтобы мы сначала его сформатировали, а потом купили ещё аргон, и при помощи аргонной сварки... Нет, сварки в среде аргона, так правильно, всё это заварили, А потом, Анатолий Федорович, я вас приглашаю на передачу, где мы будем гнать самогончик на этом аппарате. А ну ты знаешь, что я делаю, спиртовые настойки? Это уже другой этап. Мы о первом этапе говорим. Так, первую основу я тебе сюда принесу. И ты не должен будешь делать бурду или борда, а ты сразу будешь нагревать среду, из которой выйдет спирт лечебный. Представим себе, что в 50-литровом кубе, который немножко цилинд, но куб говорит. Нет, куб это вот это. Находится 40 литров браги, то есть спиртосодержащий рассвет. Бурды. Первый этап – это дефригмата. Как правило, все самогонные аппараты, французские самогонные аппараты, содержат так называемую медную головку. По объему своей медной головки, она должна быть, по французским канонам, 10% от объема куба. Все шаранские, а местность, регион шарант – это классика французского производства коньяка. Там так и положено, что дефригматорная головка должна быть 10% от объема куба. Игорь Адуменович, а выдающийся еврей, диссидент шаранский, имеет что-то в шаранской провинции? Нет, 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 Антон Юрьевич. Просто в истории СГБ были упражнения, связанные с этим диссидентом. Я обязан тебя спросить. Антон Юрьевич, у нас с вами другая задача. Мы проектируем, как лего, вживую вот этот самогонный аппарат. Так вот, зачем нужен дефригматор? Двухкомпонентная система, вода, спирт, нагретая, снизу за счет горения бутана. Или любого другого источника. Или любого другого углеводорода. Нагревает смесь, смесь начинает кипеть, и вода и спирт начинают испаряться. Но спирт испаряется при более низкой температуре. То есть при кипении... Ты хочешь сказать, что надо два огня иметь здесь? При кипении испаряется больше спирта и меньше воды. И этот спирт и вода поднимаются в этот дефригматор, в этот шар, или назовите его как хотите, луковицу. И за счет того, что она охлаждается извне, часть воды конденсируется и начинает стекать обратно в куб. А более смесь спирта и воды в парообразном состоянии поднимаются дальше, и мы получаем более концентрированную... Более насыщенное. Молодец. Более концентрированное спиртовое раствор. Так вот, этот водно-спиртовый пар, он начинает подниматься из первого дефлегматора, из шара, и начинает подниматься дальше. Куда? Нам, ну, скажем так, в дефлегматор второго порядка. Поэтому, да, но в проектировании что важно, Анатолий Федорович? Важно, что мы хотим со всем этим сделать. То есть, что будет дальше? Если мы сделаем всю эту фигню, и для этого нам надо будет делать специальную машину, то овчины не стоят выделки. Ну, новая машина. Да. Поэтому мы должны сделать аппарат, который будет вмещаться в разобранном состоянии в гольф. В красный гольф. Да. И мы это будем делать на ходу? Нет, на ходу нет. Самогон в гольфе на ходу? Нет. В гольфе не надо, чтобы можно было его транспортировать. Калдарий, ты сумасшедший. Нет. Анатолий Федорович, давайте так. Дальше. Мы привариваем сюда конус. Привариваем сюда сборно-разборную деталь, чтобы можно было снять. Понятно. Передайте мне, пожалуйста, элемент холодильника. А в каком виде его? В горизонтальном или вертикальном вам его? Так или так? Анатолий Федорович, 1-0. На колдаре. Просто передайте мне его. И вот мы с вами получили. Если у меня, конечно, получится все это. Получится. Получится. Все зависит от количества выпитого до этого вина. Так, у тебя получается. Ты мало выпил, мало. ПИБУ? Не, не. Себя. Видишь, зрители там говорят. Да. Вы знаете, любая инженерная конструкция, она... Все, Анатолий Федорович, у нас получилось. Вот это состояние более-менее какого-то разумного равновесия. У вас, да, но в государстве не получилось. Мы закрываем крышкой. Сюда вовнутрь будет вариваться теплообменник, спиралиобменный теплообменник. Трубочка входа, трубочка выхода. То есть, она будет внутри здесь. А из какого металла это будет? Это все из нержавейки. Нержавейки. Кстати, Анатолий Федорович, скажите, а вы не прячьтесь, пожалуйста. Скажите, а мы не нарушаем закон? Нет, нет. Закон был во время моей советской милиции, когда я, к сожалению, конфисковывал в десятки, если не сотни таких аппаратов. Сегодня, пожалуйста, варите на здоровье. Главное, чтобы вы не отравляли себя и других. А сегодня самогоноварение узаконено. Поэтому мне, конечно, очень жаль и печально на душе, что я вынужден сегодня участвовать в этом душераздирающем для меня бывшего советской милиции. А ты понимаешь, что ты со мной делаешь, да? Я не знаю. Я и мои бывшие сотрудники, сотрудники по советской милиции, на самом деле конфисковывали это сотнями, тысячами. Были исключения, когда мы, если мы видели, что хороший самогон, мы человека прощали. Потому что если он действительно делал бурду, то мы его наказывали. Но наказывали не за то, что он делает самогон, а за то, что он делает плохой самогон. Поэтому, Игорь, это ты исправь сам. Сейчас исправлю. Поэтому то, что со мной Калдарий сегодня делает, это, конечно же, терроризм на уровне милицейско-законодательном. Нормально, отлично. Тихо. Да, понимаю. Вот. Понимаю. Анатолий Феич. И даже хочу таким образом искупить свою вину. Поспособствовать. А теперь давайте так. Мы зададим граничные условия. Первое. Мы хотим создать аппарат, который можно разобрать. Для этого есть крепление здесь. Крепление внизу на уровне куба. Ты там еще просверлишь. Да. Это второе. Мы должны создать аппарат, который можно загрузить в гольф. Третье. А как ты в гольф эту бандуру? Так вот, разобрал, разобрал. Три части. Разобрал, я понимаю. В-третьих, мы должны создать аппарат, на котором мы сможем получить очень качественный алкогольный продукт. Причем в любом месте, выезжая на природу в том числе. Ну, можно найти дрова и подтопить оттуда. Нет, ну, понимаете, ну, правильная печка, она как бы... Требует газ. Нет, она вписывается в архитектуру, в структуру вот этой всей конструкции. Анатолий Федорович, к чему мы начали этот разговор о самогонном аппарате и о планировании? Скажите, а почему наши... Ну, вы видите, куда он уклонит? Да. Он же совсем не собирался о самогонном аппарате и о планировании говорить. Он, оказывается, хочет что-то другое. Спросил. Наливай. Нет, хорошо, договорились. Анатолий Федорович, поднесите, пожалуйста, эту вазу сюда. С шалфеем, который я сегодня утром купил. Да-да-да-да-да. Берите вазу. Я возьму подставку. Нет, ну я такой вазы никогда не видел. Вы такую вазу видели? Даже народ не видел. Ты меня заставляешь? Разные прожили делать, но я выдержу. Ближе, 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 ближе. И вот... Кстати, это шалфей. Салфеем. И вот представьте себе, что... Вот так вот сюда... Анатолий Федорович... А я здесь. Сюда в режиме реального времени капает... Это, получается, второй конденсат? Нет, первый. Из флегмосферы? Нет, если учитывать, что тут где-то две... Часть уйдет? Да. По первому разу, а часть уйдет по второму разу, потому что сфера... Да. И более концентрированный водно-спиртовый раствор... Он будет уходить в эту прекрасную вазу. Ну, это как раз для порядочной куматрии. А что? Молодец, колдарик. Так, Анатолий Федорович, а теперь давайте вернемся к нашим политикам. Виктор, вот это чудо инженерии не закрывает лицо нашего генерала, нет? Светлое лицо нашего собеседника. Анатолий Федорович, а давайте к планированию вернемся. Почему наши молдавские политики не планируют пути отступления, когда входят в политику? Вот, например, вами не особо любимый Настася. Нет, почему? Нормально к нему. Он не... Так же, как ты к своему чабану. Вообще-то... Не трогай чабана, я тебя прошу. Анатолий Федорович, Всем известно, твои отношения к додону и отсюда чабана не трогай. Я рассказал, что чабан, что Настася, это две половинки одного и того же говна, которое разрезано телегой посередине дороги. Поэтому меня не интересует ни чабан, ни Настася, ни все остальные говнополитики. Давайте поговорим о том, почему молдавские политики не планируют, вот как мы спланировали с вами, что аппарат должен быть определенного размера, он должен быть определенной эргономикой, он должен доставлять эстетическое удовольствие глазу, он должен доставлять эстетическое удовольствие мозгу, потому что ты понимаешь, что когда-нибудь выпьешь там что-нибудь, что сделано из него. Почему они не планируют свои пути отступления или какие-то проколы? Ну, Игорь, Георгиевич, дорогой, для того, чтобы планировать, что-то планировать, надо что-то соображать в том деле, за которые ты взялся. Ну, что может соображать Настасья в деле управления городом? Не управление, давайте пока в деле участия в выборах и возможных подлинных со стороны социалистов. Сейчас я скажу, с целью возглавить город и управлять им. Ну, что может в этом деле Настаса управлять? Не знаю. Ну, это абсолютно пустой номер. Дело в том, что город, столица, это сложнейшая управленческая структура. Сложнейшая. И с ней с большими трудностями едва ли справлялись такие монстры, как Анатолий Цуркан, как Серафим Мурикяр, как Василий Урсу. С большими сложностями справился бы с этим мой близкий друг, уважаемый мной человек, Константин Цурканов, который всю дорогу возглавлял республиканскую структуру, которая занималась сумасшедшими и так далее. Кстати, ему это было бы очень близко. Но Настасия, Настасия, это даже гуже Киртоке, Киртоке. Проблема не в этом. Проблема в том, что находятся такие социальные идиоты, пусть меня извиняют, люди, которые за них голосуют, понимаешь? Ну как можно голосовать за человека на должность главы этой муниципальной администрации, за человека, который не имеет никакого представления, который не имеет никакого понятия, который никогда этим не занимался? Я еще раз повторюсь, такие монстры, ну глыбы, ну действительно великаны, если зритель мне простит это выражение, которые начинали с нуля, Урсу, Цуркану и так далее. Он был, я не знаю, там инструктором, заведующим отделом, управлял там какой-то примарей, каким-то районом, каким-то министерством, какой-то отрасль, и наконец он дошел до управления. Да, такой человек может. А что может Настасья? Откуда? Причем не важно. Ладно, Антон Федорович, Бог с ним, что он не может. Нет, 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 нет. Меня больше интересует вопрос планирования. Почему Настасья? А потому что за это дело берутся люди, у которых нет на это права, у которых на это нет понятия. Отсюда и... Да, но и у Чебана нет никакого понятия об этой жизни. Не совсем так. Не совсем так. Антон Федорович, вообще ночь. Неночек-меночек. Более того, совершенно коррумпированная семейка. Калдарий, что ты шумишь? Я же не сравниваю. Я не шумлю. Я не сравниваю Чебана с Настасьей. Я знаю твою любовь к Додону. Да при чем здесь любовь к Додону? Я и Настасья не люблю так же, как и вашего Чебана. И правильно делаешь. Ни за что их любить, ни того, ни другого. Но поскольку выборы кончились, я сейчас не буду агитировать за одного, за другого. За дело, уважаемые граждане, за такое дело управления городом берутся люди, у которых нет ни малейшего понятия об этом. Поэтому не жди от них планирования. Более того, от Настаси невозможно вообще ничего путного ждать. Я предлагаю вам вспомнить год бесполезного марширования по улицам Кишинева. Антон Федорович, извините. Когда выдвигались абсолютно бестолковые, бесполезные, мертворожденные ультиматумы, вот что если бы не это, что дальше? Вот твой вопрос, попланирован. Если ты выдвигал ультиматум, что либо ты до такого-то числа делаешь то, или другое, либо я не знаю, что я буду делать. И ты ему говоришь, будет тебе, я не знаю, цикер башка, извините за вульгаризм. Но они просто выдвигали ультиматумы. Все, если бы не это, то мы пойдем до конца. Какой конец? И ни разу ни к какому концу, ни до какого конца они не доходили. То есть люди еще раз говорят, без понятия. Это... Я вас прерву, извините. Это папы гапоны. Анатолий Федорович, смотрите. Это люди, которые имеют, имеют роль, как называется этот козел, который ведет на бойню? Как называется? Как он называется, скажи? Ну, ведет на бойню все стадо. Конченый козел. Ну, конченый еще, есть другое. Как бараны или бык, который ведет на бойню своих собратьев. Вот роль Настаси. Для этой роли он годится. Ты понимаешь, ну, как он может что-то планировать, если он сам себе не принадлежит? Можно говорить о планировании в случае самодостаточного человека. Человека образованного, подкованного, подготовленного, у которого есть и опыт, и знание. А кто такой Настаси? Я ничего не хочу, хорошего или плохого. Он слуга. Он слуга ЦОПа. Он на службе и ЦОПа. Представь себе на секунду, что ЦОПа говорит ему прекрати протест. Я с плохотником поднялся. И он прекращает. Что происходит с хвостом Настаси? Хвост Настаси в одну секунду доходит до подбородка, проходя путь по нижней части его выдающегося спортсменского тела. Вот о чем речь. Ты говоришь о планировании. Планировать могут люди разумные, люди подготовленные. А люди, которые пришли, как, извините, в царстве небесное Леонида Лари. Хорошая поэтесса. Ну, поменчалась она с Штефаном Чалмарием. Ну, Мирча друг. Хороший баламут. Да, хороший. Убедил всех, что он был учеником Гавриила Попова, что он знает петельского. На самом деле ни хрена он не знал. Вот. Вот что они могут планировать? Да ничего они не могут планировать. Проблема не в них, Игорь. И не в них неумении, потому что ты об этом говоришь, неумение планировать. А в нас, в народе, в избирателях, которые их голосуют, за них голосуют. Вот в чем проблема. Не в умении или неумении планировать, а в том, соответствуют ли они по своим деловым, политическим, личностным качествам к цели, соответствуют ли они задачи, должности, за которые они берутся. Вот проблема. В чем на самом деле. Антолий Федорович, что ты это делаешь? Ждай мне. Это холодильник. Так вот, друзья, ситуация в том, что имея 50 литров куба, мы зальем 40 литров браги. Или вина. Или вина материала. Значит, объем дефлегматора, поверхность его должна быть 10% в идеале от объема алкоголя, который мы варим. Поверхность теплообменника в нашей ситуации должна быть где-то 0,3-0,4 метра квадратных. У нас 0,35. Фактически в идеале мы попадаем в... И это все рассчитывается. Более того, мы попытались сейчас построить аппарат, который будет соизмерим. Да, вот, с ростом колдари, который вопрется от него. Анатолий Федорович, вот самоваза, в которой мы будем дистиллировать... Как говорят, замолчи в свой рот. Анатолий Федорович, не прячьтесь за аппаратом, а встаньте впереди него. У меня немножко больше вес, чем на самом деле. Во всей этой истории есть две основополагающие вещи. Это какая-то элегантность, какая-то инженерная пропорция, чтобы не было стыдно, что ты сделал какой-то аппарат. Во-вторых, это должно быть разумное, рациональное соотношение всех технологических и процессовых частей, таким образом, чтобы оно было эффективно. Более того, мы, когда все это сварим и начнем дистиллировать, я вам расскажу о процессе дефлегмации, то есть укрепления паров воды и спирта, укрепления спиртом, так, чтобы мы на выходе здесь получали совершенно фантастически классный продукт. Все, друзья, я... Ты понимаешь, ты задел очень интересную тему. Ты задел тему, что такое баламут, и что такое человек точного инженерного мышления. Какой я хочу тебе объяснить. Время инженеров прошло. Нет инженера Анатолия Цуркану, нет строителя, тоже инженера, Серафима Варикяну, нет строителя Василия Урсу и так далее. Есть баламуты, вроде Киртуака, вроде Настасы. Это очень большая разница. Вот ты посмотри на себя со стороны, вот спроси их, они за тобой наблюдают. Ты, у тебя инженерное мышление, у тебя металл, у тебя конструкция, у тебя принципы, у тебя законы физики, законы химии и так далее. Они тупые. Анатолий Федорович, кроме инженерией, я пошел из своего кармана, купил это, 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 это. Более того, там сварочный аппарат и буду все... Короче, да, да, да. Воздействие вашего аппарата, вот, что там везде такое железное стоит? На вот это? Да. Это болванка, учебный, учебный снаряд. Снаряд, почему же учебный? Учебный, потому что там нет взрывной, составляющей, просто металлическая болванка. Тяжелая, но очень удобная для того, чтобы как бы без ненормативной лексики, по голове всяким, которые мешают нам жить. Вот это так. Но мне кажется, вопрос нашего, нашего друга, зрителя, состоит не в этом. Он хотел, чтобы мы высказались о сравнительной энергии двух вот предметов. снаряда и то, что здесь происходит. Андрей Павлович, высказывайтесь. Так вот, я хочу, уважаемые зрители, я не знаю, как вас зовут, я не знаю, кто вы такой, но дело в том, что та энергия, которая вырабатывается и выходит в пространство от ферментации, от этих сумасшедшей сложности химических реакций, которые Божико специально установил для того, чтобы мы, идиоты, люди, что-то думали, разбирались, во многократ сильнее и разрушительнее и более поражающей, чем энергия этого несчастного, сраного снаряда. Это чепуха по сравнению с тем, что дает ферментация, по сравнению с тем количеством СО2. То есть мы злодеи получаем? Не злодеи, нет, мы выводим один продукт из взаимодействия других, из реакции других продуктов. Поэтому на самом деле, на самом деле, по энергии, представьте себе росток пшеницы, представьте себе росток любого другого семена, который пробивает асфальт, но откуда такая сумасшедшая сила? Только оттуда. Поэтому все мы во власти Бомба. И это херлит, выкинь, и это народ у нас такой, что, как правило, голосуют не за инженеров, не за нормальных конкретных людей, а за баламутов. Вот на этом этапе Настасья очередной баламут. И только был до этого. Настасья будет еще хуже. Я не знаю, утвердит его Верховный суд или не утвердит. Скорее всего, не утвердит. Два вопроса по поводу утвердит. Что происходит сейчас? Какую игру делает Чабан с его начальником, нет, нет, с его хозяином Дадоном по поводу дискредитации Настаси? И какую игру делает Настасья, чтобы остаться в этом политическом поле во время выборов? Ну, давайте начнем с того, что называем вещи своими именами. Настаси оказался в положении, которое на древнем немецком языке называется Цугцванг. Это понятие применяется в шахмате. Любой ход он приводит к отрицательному результату. ты не сделал, тебе будет плохо. отрицательному нет. Да, можно и так. Ты у меня смотрю Берета, потому что будет этот консилен визуал. И я слово говорил. это я подумал о нем. Это вам показалось, что я Посмотрите, что получается на самом деле. Этот хитрый Чабан или посоветовали через уста его адвоката сказать, что да, нарушения, связанные с вмешательством иностранных граждан, наличествуют, они есть, но они не оказали существенного внимания на результаты выборов. Внимание. Народ на тебя смотрит. Еще адвокат Чабана сказал, что да, в день выборов, как справедливо заметили предыдущие судебные инстанции, Настаси агитировал. Иши цуамин бун ла ватаре. Выходите на выбор. Он не агитировал за себя. Он просто призывал на выборы. А за кого? За тебя агитировал? Или за Виктора? Виктора. Тоже Виктора. Конечно же за себя. За победу. Да. Поэтому же суд справедливо сказал. Но оказывается суд то сказал. И скорее всего что Верховный суд первой инстанции который рассмотрит обращение центральной избирательной комиссии примет решение не в пользу Настаси. Скорее всего. Но вопрос другого адвоката Чабана сказал. Да. это нарушение. То что Настаси призвал агитировать. Когда Дадон выходил и в последний день выходите на выборы выходите на выборы это было нормально. А когда выходит оппонент Дадона выходите на выборы то это твари вот один из случаев когда я немногих случаев когда я с тобой согласен. Дело в том что адвокаты Чабана сказали да со стороны Настаси это нарушение но оно не влияло на результате выборов то есть получается что социалисты которые обратили в суд сейчас вдруг дали задний ход и сказали ну обратились но он нарушил да но это не важно потому что это не повлияло то есть социалистам выгодно чтобы Анастасия возглавил прямые а почему не выгодят а потому что абсолютно все знают и понимают это то о чем я тебе говорю что Анастасия не за год а за 2-3 месяца сломает себе шею он абсолютно тупой в этом плане он абсолютно не способный что-то делать в этом городе поэтому главная задача Анастасии и попомните мои слова запишите все которые смотрят сейчас Анастасия каждый день буквально каждый день выйдет перед народом и скажет вот я хочу они мне не дают вот там нарушение но они сволочи мне не дают и это будет продолжаться ровно сколько надо до выборов в парламент а потом еще и год оставшиеся час года до выборов на премаре нет у него другого выхода и нет у него другой мочи другой способности кроме как сказать что кто-то плохой а он хороший а народ проголосует попомните тоже мои слова он увидев что Анастасия борется с мафией а в понимании народа он борется за него проголосует поэтому я не знаю здесь бабка надвое сказала правы ли социалисты Чебана Додона и всех остальных или неправы ну я не знаю не знаю что решит Верховный суд вернее да Верховный суд в конечном итоге но сейчас будет первая инстанция которая рассматривает документы избирательной комиссии но сами подумайте если первая инстанция имеет 100% что сейчас скажет уже решение первой инстанции Курти Деопил потому что ты мешаешь говорить по существу имеют решение первой инстанции имеет решение Курти Деопил или имеют решение Верховного судна которая признает что Настазию нарушил вот что сделает первой инстанции Но он же конечно скажет, да, нарушил. А что скажет Курсерепел после Верховного Суда? Да, нарушил. И в итоге мы не будем иметь премаря недели две как минимум, а в конечном итоге Верховный Суд скажет, Астаса нарушил избирательный законодатель. И в течение года у нас будет... Что за манера? Ты как разговариваешь с людьми? Как Анастасия? Ты пригласил. И в течение, да, я тебя понимаю, как организатор всей этой провокации с самогонным аппаратом, я тебя понимаю. И в итоге мы будем иметь ситуацию, когда избранный премар, это примерно то же количество голосов, надо признать. Ну сколько там раз, несколько тысяч, да? Будет незаконно избранный. И я не знаю, что хорошо и что плохо. Потому что то, что Анастасия сломает себе голову, я не сомневаюсь, потому что он абсолютно дуб в дела управления городом. Как и Чабан. А Чабан неправда. Такой же дуб. Чабан может быть и дуб, но не такой, как Анастасия. Еще более дубовый дуб, чем Анастасия. Короче, два дуба. Подожди, он для чего меня пригласил? Чтобы узнать мое мнение, тогда замолчи свой рост и подожди. И в итоге, скорее всего, что Верховный суд в конце концов скажет неправильно, незаконно избран у нас в премар Анастасии. А посему давайте мы организуем новые выборы. А по закону новые выборы раньше, чем через год нельзя организовать. И в итоге мы опять будем иметь какую-то финтифлюшку, извините за сравнение, к которым приходит красивая. Ну что ты скажешь про Сервирон? Красивая женщина, хорошо одевается. Двое детей. Андрей Федорович, вы назвали финтифлюшкой только что. Ну нет, в политическом смысле. Я прошу прощения. Не, не, не ее. В политическом смысле. Не ее. Какой-то там. Ну Игорь, ты инженер. Я всю дорогу, я всю дорогу, я хотя и гуманитарий, всю дорогу у меня со стола не исчезала. Наука и жизнь, техника, молодежи, знания и силы и так далее. Я не могу сказать, что я чистый гуманитарий. Но, извини, есть большая разница или, как говорят в Одессе, две большие разницы. Это две большие разницы. Между умением, между должностью, которое сводится к тому, чтобы собирать плату за электроэнергию, за электричество и управлять городом. Это абсолютно разные вещи. Абсолютно. Вот это несчастные копейки бани, в Фольже Униорфеносе, которой она служила добросовестно и имела по 400 или, не знаю, там, говорят, 500 тысяч лей в месяц. Да, это много ума не надо уметь. Но, мадам Сильвия, город это совсем другое дело. Ты не туда пошла, мадам. Это не твоя епархия. Она прилипла к Плохотнюку. Ей там обещали, что... Надо признать, что ход Плохотнюка в отношении Сильвии нормальный. И он провалился, и мы этому рады. Молдаване Паткина. Симпатичная личность. Молдаване молодцы. Это Сильвия Раду, у которой есть в активе всего два результата. Это бестолковая елочка, и второе, посадила цветочки, которые через два дня после того, как посадила их на миллион леев, умерли. Два на два миллиона леев, извините, я не вкусно. Так эта Сильвия Раду, она оказалась совершенно бестолковым менеджером. Нулевым в пятой степени нулевым. А таким же... Я хорошо отношусь к Сильвии. Ваш уважаемый... Как мужчина, как гражданин. Нет, к женщинам я хорошо отношусь. Но к менеджерам... Она оказалась не в том. Я не смотрю, у менеджера юбка или у менеджера штаны. У менеджера яйца или у нее бакина. Не имеет значения, что у менеджера. Имеет значение мозг и характер. Калдарий, никто тебе не поверит, что ты не думаешь, что в это время выше юбки. Ты не можешь не думать. Ты такой самец, который эта земля редко познавала. Поэтому я тебе говорю. Сильвия Раду с точки зрения плохого человека... Да не интересует меня как мужика. Ваша Сильвия Раду. Она смазливая. Да не моя она. Она показала свою пустоту. Свою беспомощность на случай на московский 17 дробь 1. Там незаконное строительство. Она вообще без понятия. И все эти ребята, типа, как его это, Борозан, типа, знаменитый зам примара. Как его? Ну, знаменитый. Хороший человек, кстати, специалист. Назови его. Который сопли жевал? Нет, нет, подожди, если жевал сопли. Грозаву? Да. Да, Грозаву. Грозаву в телевизоре сопли жевал. Да. Слушаюсь, есть ординация. И они смотрят на нее и думают. Давай, давай, подруга. Давай, давай. Они же знают, что она тупая. В административном смысле этого слова. Они понимают, поэтому сколько плохотню. Да и любые другие выдвинут такие кандидатуры, сколько этот, столько этот город будет под властью мафии. Вот правда, Игорь Белькович. Друзья, спасибо, что вы были с нами. Я благодарю Андрея Федоровича Пулгару за совместное участие в организации будущего самогонного аппарата объемом в четыре ведра. Всех благ. Час. Час. Четыре ведра в час. Всех благ. Он начал с пяти ведер и дошел до четырех ведер. Нет, пять ведер, весь объем, но залить надо четыре ведра. Еще раз давайте попрощаемся. Анатолий Федорович.